Бисмилля рахмани рахим, ассаламу алейкум рахматуллах. Кадыровская ЧГТРК Грозный выпустила очередной репортаж под названием о правилах исламского дресс-кода в Чеченской Республике. Дело касается девушек, которые носили никаб, и которых в этом же репортаже кадыровские преступники заставили этот никаб снять под различными предлогами. Естественно, предводительно их как-то за камерами запугав. Основным аргументом является то, что они якобы привносят в чеченскую культуру элементы другой культуры, а именно арабской. Об этом говорит Салах Межиев, об этом говорит Аслан Ирасханов, один из ближайших приятелей Рамзана Кадырова. И, в принципе, вот такими аргументами они как-то и апеллируют. То есть они говорят, что в Чечне не будет элементов другой культуры. В Чечне, очень важно, они говорят, будет только чеченская культура. Я сперва покажу вам отрывки из этого ролика, потому что они слишком длинные, где-то 18 минут кажется. Но я вам покажу там где-то несколько секунд, чтобы вы поняли, о чем речь. А потом продолжим. После наставлений Салах Межиев, свое заблуждение девушки поняли и обязались привести свое одеяние в соответствующий вид. Как вы заметили, они заставили снять никап этих девушек и аргументировали это тем, что они привносят, как я сказал, элементы другой культуры. Они также говорили о том, что в исламе нет обязательства носить никап. И действительно, некоторые ученые, исламские ученые говорят, что никап не обязателен. Я этого не отрицаю. И в принципе, я сам придерживаюсь такого мнения, что никап не является обязательным для женщины. Но те ученые, большие ученые, которые говорят, что никап является обязательным, они тоже существуют и они присутствуют. А те ученые, которые говорят, что никап не обязателен, те большие ученые прошлых лет, они, ни один из них не говорит, что никап является запретным для женщины. Почему? Потому что это является разрешенным Всевышним. То, что разрешает Всевышний, то, что не портит как-то, не выносит какие-то беспорядки в общую жизнь и так далее, не может являться запретным. И никап не выносит никаких беспорядков. Никап никаким образом не нарушает общественный строй, никак не способствует распространению преступности и так далее и тому подобное. И именно это пытается навязать Салах Межиев и его вот это вот окружение. Именно к этому они все подводят. Они также говорят, что, нося никап, если эти девушки будут носить никап, то их могут спутать с арабскими туристами. Но это уже не входит ни в какие ворота. С каких это пор запрещено быть похожим на арабских туристов, если это вмещается в какие-то рамки морально-нравственного поведения, дозволенного морально-нравственного поведения? С каких это пор запрещено это? Это по исламу запрещено? Может, это по Конституции, которой апеллирует Рамзан Кадыров постоянно? Может, по Конституции это запрещено? Да нет. Так по каким законам это запрещено? По АДАТам это точно не запрещено. Нет, это они сами придумывают. Понимаете? Это они сами придумывают, потому что они против религии, они против морально-нравственных устоев. Все остальное, что они показывают, все вот эти вот мечети и так далее, все это является показухой, все это является красивой ширмой для того, чтобы продвигать кремлевские проекты, а именно по уничтожению морально-нравственных ценностей, морально-нравственного фундамента чеченцев, включая религию. Понимаете? Они создают различные музыкальные проекты, они создают концерты, то есть создают другие площадки, которые оттягивают молодежь и оттягивают людей от религии. И в то же время они показывают мечети, мол, мы строим мечети. Но все прекрасно знают, когда есть множество танцплощадок, где можно неплохо провести время, где можно слиться с девушками и с парнями, и есть мечеть, то большая часть, большая часть молодежи будет стремиться к этим танцплощадкам. Все мы это знаем, потому что это прописано в нашей религии, об этом говорится, что музыка, она отвращает человека от религии. Но они это создают. Поэтому, когда мы слышим такие заявления, которые там же также звучали, что в Чечне существуют алимы, которые могут в любой момент, любому разъяснить какие-то религиозные вопросы, то мы, обычный народ, прекрасно понимаем, что все это чушь полная, потому что все эти алимы, по крайней мере, те, которые стоят вокруг Кадырова и являются его приближенными, не стоят даже копейки, их слова не стоят даже ломаного гроша, потому что все они работают за чашку, за миску горячего бульона. Они продали свою религию за чашку и миску горячего бульона. Они вешают людям лапшу на уши. Именно Салах Межиев, Адам Шахидов и многие другие мулы молчат, когда Рамзан Кадыров совершает преступление. И мало того, они даже оправдывают эти преступления. Они покрывают его преступления. Так кто они после этого? Как можно слушать их и как можно от них брать что-либо? Не только религию, но даже обычные советы, обычные наставления. Это не те люди, на которых можно походить и от которых можно что-либо брать. Они не являются позитивным примером для молодежи и для людей, потому что они лицемеры. Они самые, что ни на есть, настоящие лицемеры, которые, как я сказал, вешают людям лапшу на уши за миску горячего бульона. Они, по сути дела, лапшичники. И в их жилах течет крепкий бульон. Мы лапшичники. В наших жилах течет крепкий бульон. Мы поговорили о Салахе Межиеве. Понятное дело, он лицемер. Но я хотел бы еще затронуть другого человека, а именно Аслана Ирасханова, который тоже там читает людям мораль. Мораль. Этим девушкам читает мораль и говорит, что в Чечне не должно быть то, что привнесено из других культур, что, мол, здесь будет все по исламу и чуть ли не там не по фэншую. Но Аслан Ирасханов, если кто-то не знает, это человек, который участвовал в убийстве 27 человек в январе 2017 года. В ночь на 26 января, если не ошибаюсь, об этом писала новая газета. Да не только новая газета, многие об этом говорили. Но именно их статья является такой основополагающей этой истории. Ссылка на эту статью будет в описании. Обязательно. Переходите, читайте. Пока Аслан Ирасханов и другие играли в настольный теннис, если не ошибаюсь, в другой комнате, в соседней комнате убивали 27 человек. Первого застрелили, но после того, как его кровь испачкала там помещение, они решили остальных задушить. Вот кем является Аслан Ирасханов. И как он после этого имеет право вообще говорить о какой-то морали. Он преступник. И Салах Межиев валлаги, биллаги, таллаги, знает, что он тоже преступник, что этот Аслан Ирасханов убивал людей, что он участвовал в убийстве, но он все равно сидит с ним и покрывает его. Так кто ты после этого? Салах Межиев, кто ты после этого? Валлаги, биллаги, таллаги, ты лицемер, ты грязный лицемер, ты лапшичник, и в твоих жилах течет крепкий бульон. Повторюсь. Если вы, если вы действительно так печетесь о чеченском обществе, почему вы не запрещаете, никак не критикуете женщин, которые вкалывают себе в губы ботокс, которые ходят полуголые, раздетые, без хиджаба, в Чечне ходят, которые ходят чуть ли не в мини-юбках, почти там выше колена и чуть ниже колена, это же не соответствует исламу. Вы же говорите, что мы по исламу, по фэншую. Так почему вы здесь не критикуете, когда женщины ходят с разрезом груди чертгуш, чертгуш, лилочай, почему вы их не осуждаете? Когда ходят с прозрачными, какой-то сеткой такой, вместо рукавов, почему вы их не осуждаете? Их полно, по-грозному, по всей Чечне они ходят. Почему вы не осуждаете тех мужчин, парней, которые совершают зина с девушками, которые пишут девушкам по всему инстаграм, инстаграм и так далее, и встречаются с ними, совершают зина. Почему? Да потому, что ваши муллы этим занимаются. Тот же Джамбулат Умаров этим занимался. Мы же все помним эти истории, как писали, развращали молодежь и так далее, как вы ставите лайки в инстаграмах различным полуголым девушкам. Вот почему вы это не запрещаете. Как я сказал, вся вот эта ваша религия это показуха. В действительности же вы выполняете кремлевский план по уничтожению морально-нравственного стержня в Чеченской республике, включая религию. А все остальное это все лишь показуха. собираете целые толпы операторов, видеокамеры с различных ракурсов, чтобы заснять какие-то вещи, как вы даете милостыню и так далее. Кто вы после этого? Возвращаясь к этому Ирасханову, есть одно видео, которое я вам сейчас покажу. Я хочу, чтобы вы его посмотрели. Музыка Вы заметили, кто на этом видео? Там патриот Весмурадов. И вы видели вот этих барышень, которые разодетые, точнее раздетые, с накачанными губами и так далее сидят. Вы заметили, это тоже известное видео. Что ты о них скажешь, Салах Межиев? Почему таких людей ты не критикуешь, не собираете, не мажете им пальчиком? Потому что они ваши друзья, потому что вы так проводите время за объективами и телекамер, вы именно так проводите время, вы кайфуете, вы гужбаните в обществе различных девиц. Но это видео меня еще привлекло из-за другого человека. Посмотрите вот на этого человека, который тоже запечатлен мельком в этом видео. На кого он похож? Вот присмотритесь на него еще раз. На кого он похож? Как по мне, это Аслан Ирасханов. Может, я ошибаюсь? Если я ошибаюсь, тогда прошу прощения, тогда давайте будем говорить о патриоте, который точно на этом видео. Но как по мне, там тоже Аслан Ирасханов. Тот человек, который сегодня или вчера читал мораль вот этим девушкам в никабах и говорил о хиджабе и так далее. кто вы после этого? Вы лицемеры! Посмотрите, как вы проводите время и что вы требуете от остальных. Этим девушкам, я скажу, а также многим другим женщинам, вы понимаете, какая сегодня ситуация в Чечне, какие лицемеры ею сегодня управляют, включая духовенство, так называемое, в жилах которых течет крепкий бульон, как я уже сказал, лапшичники. Если вы хотите носить хиджаб, никаб точнее, носите его, но сделайте это по-хитрому, носите вот эти медицинские маски, которые обязывает носить чеченская власть, хотя они сами не носят, их родственники не носят, они нарушают масочный режим, но они требуют от народа, так борите с ними их же оружием, носите те маски, которые вам нравятся, бывают различные, черные бывают, зеленые, красные, желтые, бывают какие-то медицинские маски, найдите себе такую маску, купите, закажите и носите, чем вам не никаб, оденьте такие маски, сломите спину шайтанам, потому что все это кадыровское окружение вместе с мулами, это настоящие что ни на есть шайтаны, это последователи иблиса, это дети шайтана, как они сами говорят, шайтан урниш, сломайте им их спины, боритесь с ними их же оружием, валахи, белаги, талаги, тогда они возможно покажут свое истинное, еще сильнее истинное лицо, я не удивлюсь, я не утверждаю, но я не удивлюсь, если они потом начнут запрещать какие-то определенные маски и будут требовать какие-то другие маски, чтобы не было вот этого вот никаба и так далее. Боритесь с ними их же оружием, воистину они настоящие лицемеры. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатаху.